Здравствуйте, друзья! Меня зовут Богатейший Ди, добро пожаловать в новое видео! Крупнейшие аппаратные криптовалютные кошельки, а именно Ledger и Trezor сегодня потрясли все криптовалютное сообщество. Что же произошло? Давай начнем с Ledger. Пользователь пишет, прекратите использовать аппаратные кошельки Ledger, немедленно уходите от них. Они не показали ничего, кроме грубой некомпетентности и дикого непонимания собственного предназначения. А теперь они публично признались в намеренном нарушении работы своего собственного оборудования. Они буквально встроили в него бэкдор. Прекратите использовать Ledger. Что такое бэкдор? Это дефект алгоритма, который намеренно встраивается в него разработчикам и позволяет получать доступ к данным, например, к паролю от кошелька, от твоего криптовалютного кошелька. А все началось с объявления, которое Ledger сделал сегодня о новой функции, которой скоро обзаведется кошелек Ledger. У Ledger появляется новый продукт. И он называется Ledger Recover, который скоро будет запущен. Давай послушаем, что же это такое. Об этом расскажет технический директор Ledger. Здравствуйте, я Чарльз Гимм, технический директор компании Ledger. Я хотел бы представить новую услугу. Ledger Recover – это дополнительная подписка для пользователей, которые хотят иметь резервную копию своей секретной фразы восстановления, чтобы они могли восстановить доступ к своему кошельку в любое время и в любом месте, даже если они потеряли или сломали свои Ledger Nano и не имеют при себе секретной фразы от кошелька. Для некоторых людей это очень удобная услуга, но другим она просто не нужна. Вы можете продолжать управлять своей секретной фразой восстановления самостоятельно, если именно для этого вы изначально купили Ledger. Он говорит очень важную вещь – парольную фразу. Твою секретную фразу от кошелька нужно хранить самостоятельно. Не твои ключи, не твоя крипта. Этот сервис не включится автоматически после обновления. Этот сервис – сугубо ваш выбор. Самостоятельное хранение является основой нашей политики, и ваша секретная фраза восстановления создается только на вашем устройстве, и у нас нет к ней доступа. Это никогда не изменится. Однако мы идем на компромисс в вопросах безопасности, и это тоже никогда не изменится. Ledger Recover – это подписка для пользователей, которые хотят иметь резервную копию своей секретной фразы восстановления. Если вы подпишетесь на эту услугу, Ledger Recover зашифрует вашу секретную фразу восстановления и разделит ее на три фрагмента. Все это происходит внутри системы, поэтому ваш секретный ключ никогда не подвергается риску. Зашифрованные фрагменты хранятся тремя разными компаниями-хранителями, и в этом процессе Ledger и наши доверенные поставщики не имеют доступа к вашей секретной фразе восстановления. Ни у нас, ни у провайдера, ни даже у очень талантливого хакера не будет никакого бэкдора, чтобы получить к ней доступ. Эти отдельные зашифрованные фрагменты сами по себе совершенно бесполезны, но когда вы захотите восстановить свои ключи, две компании из трех отправят фрагменты обратно на ваше устройство, которое сможет рекомбинировать вашу секретную фразу восстановления и позволит вам получить доступ к вашему кошельку. Расшифровка может происходить только на чипе защищенного элемента Ledger. Так в чем же проблема? Это звучит как суперфункция, особенно для тех, кто постоянно забывает пароли или теряет доступ к своим учетным записям. Представляешь, у тебя лежит крупная солидная сумма в криптовалюте на Ledger, и ты потерял доступ к этому кошельку. Ты можешь воспользоваться Ledger Recover, и вуаля, доступ к кошельку восстановлен. Все супер. Так почему же эта новость так сильно разозлила пользователей? Кто-то спросил у представителя Ledger на Reddit, а есть ли бэкдор? Да или нет? Официальный ответ от Ledger был бы весьма кстати. Также, чтобы предоставить три фрагмента своей фразы этим трем компаниям-хранителям, придется вручную их набирать. Это противоречит правилу номер один. Никогда не вводить свою секретную фразу на подключенном к интернету устройство. Молчание на этот вопрос будет худшим ответом. Ведь клиенты ценят прозрачность. Да, когда ты хранишь криптовалюту на холодном аппаратном кошельке, никогда не вводи свою секретную фразу в подключенную к интернету устройству. Никогда не свети свои ключи от кошелька в интернете, даже просто набирая их у себя на клавиатуре. Это касается именно холодных кошельков. Горячие кошельки другое дело. Но для холодных кошельков это правило номер один. В ответ сооснователь компании Ledger сказал, что устройство отправляет зашифрованные части твоих ключей в различные компании, если, конечно же, ты согласишься воспользоваться этой услугой. Но ты, конечно, все равно можешь хранить свои ключи самостоятельно. Затем другой пользователь в ответ написал, что доверие к защищенности системы Ledger было единственной нитью, которая удерживала эту компанию на плаву. А теперь эта нить оборвана. Итак, Ledger говорит, что этот сервис не обязателен. Ты можешь выбрать, подписываться на него или нет. Кстати говоря, он еще и платный. Вот как комментирует. Это создатель Delegate Cash, сервиса для связи между горячими и холодными кошельками. Он пишет, это обманчивый нарратив. Аппаратный кошелек должен иметь защищенный анклав, в котором закрытые ключи никогда и ни при каких обстоятельствах не покидают устройство. Теперь же они открыли API для анклава, чтобы отправлять зашифрованные фрагменты ключей третьим лицам в интернете. Дружеское напоминание. Ранее в компании Ledger уже происходила утечка данных, в результате которой стал известен список имен и адресов клиентов. Ledger поощряет клиентов носить аппаратные кошельки как общественные украшения. Ledger всегда может слить закрытые ключи из анклава при последующих обновлениях прошивки. Как по мне это немного преувеличено, но в теории в наихудшем сценарии такое может произойти. Ledger Recover может быть отличным сервисом для некоторых, кто не хочет беспокоиться о самосуверенитете. Интересно, что люди жалуются на это обновление и в то же время подключают свои кошельки к каким-то мошенническим веб-сайтам. Смешно. На месте Ledger я бы лучше создал отдельный кошелек с функцией восстановления пароля. А так они получили сегодня удар по репутации, и как минимум у многих пользователей теперь возникают опасения в работе с Ledger. Но что случилось с кошельком Trezor? Они внедрили технологию CoinJoin. Это технология анонимизации транзакций биткоина. Это объявление фактически произошло несколько недель назад. 19 апреля производитель аппаратных кошельков объявил о внедрении CoinJoin в сотрудничестве с Wasabi Wallet. На первый взгляд, это должно было быть обновлением, которое повысит приватность. Что, конечно же, хорошо для пользователя. Однако, ведущий подкаст о Proof of Decentralization, Крис Блэк, подчеркнул эту обеспокоенность пользователей, заявив, что условия обслуживания Wasabi Wallet, который будет предоставлять Trezor новую функцию объединения монет, дает возможность для цензуры. В прямой цитате он говорит, «Инструмент Wasabi – это полная капитуляция перед государственной цензурой. Он блокирует транзакции биткоина, предназначенные для покупки оружия патронов, контента для взрослых, предполагаемых нарушений авторских прав, услуг по восстановлению кредитной репутации и многого другого». Также говорится, что они не обязаны сообщать вам причину блокировки. Таким образом, Wasabi Wallet действительно обеспечивает конфиденциальность с помощью этой технологии CoinJoin. Но в обмен на соответствие нормативным требованиям, похоже, они будут сотрудничать с правительством и блокировать любые незаконные транзакции, которые им прикажут. Тем не менее, все остальные, кто не замешан ни в чем таком, получают конфиденциальность. Ты спросишь, а какой кошелек тогда вообще использовать? Не хочу давать конкретные финансовые советы, принимай свои собственные решения. Но я всегда использовал Ledger и, скорее всего, продолжу это делать. Также я использую Trust Wallet для транзакций, а не хранения криптовалюты. Вот здесь, кстати говоря, можно посмотреть список различных кошельков, которые могут быть тебе интересны. На этом все. Меня зовут Богатищий Ди. Ты предупрежден, а значит вооружен. Увидимся в новых видео. До скорого. Редактор субтитров А.Семкин